Помолимся. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла сохранения. Храни нас в любви, согласии, единомыслии, по слову Твоему Тебе же слава во Слаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. И сестру нашу болящую Алифтину, если угодно, воле Твоей Святой, подними содро болезней, пошли исцеления. Аминь. 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 Сегодня 22 января 2020 год, первое послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи толкования. Кто-нибудь мог спросить, если не приходило на сердце человеку, то как вы узнали об этом? Отвечает, Бог открыл нам Духом, а не человеческой мудростью, ибо она и недостойна была, и не могла видеть тайн Божьих. 1 Коринфянам 2.11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Толкование. Таково, говорит, было это таинство, и столь сокровенно, что мы не могли бы познать его ни от кого, если бы не научил нас Дух, который знает и глубины Божии. Слово «проницает» показывает не неведение, но совершенное знание, подобно как и об Отце сказано. Ты испытуешь сердца, Псалом 7.10, вместо «знаешь глубину сердец». Можно и так понимать. Говорится, что Дух проницает тайны Божии в том смысле, что Он услаждается созерцанием их. Совершенное знание Духа показывает и в последующих словах. Ибо как человеческий Дух знает, что в человеке, так, говорит, и Дух Божий знает, что принадлежит Богу. Отсюда узнаем, между прочим, что Дух не иной сущности в сравнении с Отцом, подобно как и Дух человека не иной в сравнении с человеком. Пожалуйста, если есть вопросы. Ну, если кто забыл, на прошлом занятии мы рассуждали о философии о мирской мудрости и мудрости божеской. И в конце занятий было место, где говорилось о том, что никто не видел, что Бог приготовил людям. И это говорил, ну, одно из толкований, два толкования, что говорится о рае, и другое это воплощение Иисуса Христа. И вот эту вот премудрость Божию, тайную, сокровенную, вот, эту тайну до поры до времени никто не знал. И ангелы хотели в нее проникнуть, но она была сокрыта. И премудростью вот этой человеческой мудростью, вот эти вот философы тогдашние, которые были, они не могли понять. И угодно было Богу юродством проповеди спасать верующих. Были избраны бедные рыбаки и проповедовали распятого Христа и его воскресенье. И мудрецы человеческой мудрости не могли ничего понять. А почему? Потому что Дух не тот был. Вот этот стих, 2 Карифонам 2.9. Напомню. Но как написано, не видел того глаз, и не слышал о ухо, и не проходило, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То есть, толковательно он говорит, что же приготовил Бог любящим его. Познание Христа и спасение во человече не ем. Вот что приготовил Бог любящим людям. И далее апостол Павел пишет, 12 стих. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Толкование. Духа мира сего назвал человеческую мудрость. Не эту мудрость мы приняли для того, чтобы она не сделала нашей проповеди тщетной и бесполезной. Нет. Учителем нашим был Дух от Бога. То есть, существо, единосущное Богу, происходящее из его сущности. Дух говорит, есть свет. И сей-то свет мы приняли, чтобы, просвещаясь от него, узнали сокрытое доселе. Что же это такое, дарованное нам от Бога? То есть, все, что относится к домостроительству Христову именно. Как Он умер за нас, как сделал нас чадами Божьими, как в себе и нас посадил Олесную Отца. Следовательно, те, которые не имеют Духа, не знают тех тайн. Ну и место здесь еще на память приводится. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И Игнатий Тихонович комментирует вот это место, Хехелакта, чтобы она, то есть, премудрость вот эта мирская, не сделала нашей проповеди тщетной и бесполезной. То есть, в немощи Бог открывается, в европстве проповеди. Никакое красноречие не может убедить человеку поверовать в эту тайну Бога воплощения. Игнатий Лапкин. Любая самая искусная проповедь не по Евангелию, не о Христе, уже сегодня может оказаться ненужной и мертвой. Апостолы вышли в мир сознанием того, что за них умер Христос. Все остальное они почитали за ссор, чтобы не сделать свои проповеди тщетной и бесполезной. Сравни с тем, что печатают сегодня практически во всех эпохиальных газетах. Какими хилыми и хлипкими рассказиками почуют людей. Авторитет Библии полностью истреблен. Пишут замысловатые сюжеты, печатают стихи. И нигде не слово о рождении свыше, а чисто живой евангельской проповеди. Непрерывное искание каких-то чудес, домысливаний, прозрительных старцев, поиск чего-то неведомого. А нужно только одно – знать Христа и постоянно и всюду благовествовать о рождении свыше через принятие Спасителя в свое сердце, чтобы не сделать свои проповеди тщетной и бесполезной. Все вот эти вот мудрые и хитросплетения, которые не говорят о Христе, все это бесполезно. Человек не уверует и не встанет на путь спасения. Первое Коринфянам 2.13 А сегодня, да, правильно Игнать Тихонич тут замечает, что подмена, подмена вот этой проповеди о Христе, то есть, чем подменено все это, чудеса, домысливания, эти прозрительные старцы, которые не говорят, что-то неведомое, магическое, вот такое вот. А нужно только одно – знать Христа, Его Евангелие. Ну и послание, Деяния, Апостол, что мы, по сути, и изучаем сейчас. Первое Коринфянам 2.13 Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Толкование. «Мы, говорит, тем более имеем мудрости в сравнении с эллинскими мудрецами, что те были наставляемы людьми, а мы говорим по внушению Духа Святого». То есть, если возникнут какие-либо духовные вопросы, мы рассуждаем их, то есть разрешаем другими духовными учениями или повествованиями. Так, например, духовный вопрос. «Воскрес ли Христос?» Мы обсуждаем и разрешаем на основании другого духовного учения, именно повествования об Ионе. Подобным образом и другой вопрос. Как деву могла родить? Решается неплодством Сары, Ревеки и Елизаветы, которые зачали не по законам естества. Поскольку зачатие зависит от силы ложеств, также тем, что Ева произошла от Адама без семени, равно как и другими случаями, рассматриваемыми в отношении к появлению человека на свет. Впрочем, слова «соображая духовное с духовным» можешь понимать и так. Обсуждая и решая вопросы духовные вместе с людьми духовными, ибо они одни могут понимать их. Если возникнут какие-либо духовные вопросы, мы соображаем их, то есть разрешаем духовными учениями или повествованиями. Когда, например, кто-нибудь сомневается, как Христос родился от Девы, мы для удостоверения в этом указываем на неплодных, на Сару, на Ревеку и на других, которые зачали не по законам естества, поскольку зачатие зависит от силы ложественной, также на происхождение Адама от одной земли и Евы от него одного. Так, такими примерами разрешаем мы недоумение, ибо древние описывали будущее в образах и тенях, чтобы через них сообщить ему достоверность. В умозаключениях же и умозрительных доказательств Эллинов мы не имеем надобности, ибо они колеблют слабый ум, смущая и наполняя его мраком и сомнением. Вопросы? 1 Каифеном 2.14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что асем надобно судить духовно. Толкование. Душевный человек тот, кто во всем полагается на свои умозаключения и не думает, что ему нужна высшая помощь. И тот, кто ничего не хочет принимать верой, и все, что нельзя доказать, почитает безумием. Итак, того, кто думает, что все происходит естественным порядком и не допускает ничего сверхъестественного, называет душевным, то есть естественным, ибо душа его занимается только домостроительством естества. И как глаза телесные, сами по себе прекрасные, в высшей степени полезные, без света ничего не могут видеть, так и душа, сделавшись способной к принятию Святого Духа, без него не может созерцать предметов божественных. То есть не понимает того, что такие предметы требуют веры и не могут быть постигнуты разумом, ибо это значит, а всем надобно судить духовно. То есть это имеет доказательства в вере и в духе. Вопросы? Ну вот это местописание можно приводить при беседе с людьми, они называют себя материалистами. То есть они верят в то, что можно пощупать, посмотреть, а если этого Бога никто не видел, то значит его и нет, так они рассуждают. На что им можно возразить? Ну, если ум никто не видел с совестью, и никто не видел, значит их тоже у вас нет. Ну это человека может привести в смущение, начнет он задумываться. Далее интересный стих. Первое Коринфянам 2.15. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Толкование. Духовный, говорит, знает все, знает, что все здешнее временно, а будущее постоянно. Знает, что он получит спасение, а неверные будут наказаны. Поэтому и обличает их, а о нем судить никто не может. То есть ни его не могут обличать. Ибо тот, кто видит, видит и свое, и то, что принадлежит невидящим. Напротив, они, как слепцы, не видят ни своего, ни того, что принадлежит ему. Кто душевный человек, знаем из сказанного выше? Духовный же человек тот, кто принял в душу свою блеск Святого Духа и имеет ум, просвещаемым им. Поэтому духовный все понимает, как сказано выше, духовно. А кто он сам, никто из душевных не понимает. Ибо, будучи выше их, он неведом для них. Иначе. Духовный понимает, кто душевный и чему подвернется он после смерти. Так же знает, как свое, так и принадлежащее душевному. Но кто он сам и чему подвернется после смерти, никто из душевных не понимает. Подобно тому, как зрячий видит слепого, но сам для слепого невидим. Поскольку же слово судить значит и обличать, то хотя духовный повсюду обличает живущего худо, однако сам не обличается никем из живущих худо, потому что ведет жизнь правильную. Вопросы. Это толкование, последний стих, на что хотелось бы обратить внимание. Потому что ведет жизнь правильную. Не потому что вот его душевный не может судить, потому что права не имеет на это. А потому что тот живет правильно. Во Христе сатана не имел ничего. Все на него клеветали. Лжесвидетели были. Ложные свидетели. Ничего за ним не числилось. Так и мы, духовные, должны так жизнь вести, чтобы о нас судить никто не мог. А у нас же как получается? Увидишь за кем-то грех, обычно батюшки это любят. Обличишь его, а он сразу. Не судите, да не судимы будете. Даже я помню, ходил в кружок слова в московской патриархии. Там на полном серьезе девушка задает вопрос. Батюшка, а если я вот согласно мест писания, не судите никого, да не судимы будете. Если я за всю жизнь никого не осужу, я спасусь. И они на полном серьезе рассуждают, что да, главное никого не осуждать. Это главное. и спасешься. Главное жить правильно. Потому что ведет жизнь правильную. А чтобы вести жизнь правильно, нужно эту жизнь править через Евангелие. Брата, обману? Да, конечно. Вот мы заучили 2-й 3-16 вместо Писания. Все Писание Бога Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Слово праведность в конце стоит. Откуда эта праведность в человеке-то возникает? Потому что он Слово Божие вникает, изучает, исполняет, назидается и других назидает тоже. как бы в этом все. Как и 1-й Тимофей говорится, что вникая в себя и в учения 4-16, занимайся симпоста либо так поступай и себя спасешь и слушай тебя. То есть все это ведет к праведности. Все и обличает и исправляет как раз прожить правильно. Оно Богодухновенное. Мы впереди говорили, что мы духовные. Он знает все, откуда Дух Святой ему подсказывает. А Дух Святой может подсказывать не иначе, как по Слову Божию. Не вымыслы человеческие, а все нужно смирять. Кирилл Саринский говорил, если мои слова не сходятся с Библией, не вернее мне. Потому что кроме Духа Святого еще и мирская мудрость может в голову лечь и бесы могут мысли сбивать. Об этом тоже нам толкователь говорит. И вот эти мудрецы они уводят от истинного веры. То есть в тьму неверия. задача вот этих философов да и сатаны смутить душу сомнением истинно ли сказал Бог, а если вообще Бог, если его никто не видел. И вот начинают мудрствовать. 1 Коринфянам 2 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Толкование. Духовный ум называет умом Господним. Слово судить стоит вместо исправить. Выше сказал о духовном судить никто не может, теперь доказывает, что сказал это справедливо. Ибо кто познал ум Господень так, чтобы решился судить его, то есть исправить. Ибо если никто не может даже знать ум Господень, а таков ум человека духовного, то тем более не может учить его и исправлять. Не девись говорит, что духовного человека и ум его я назвал умом Господним. Все мы имеем ум Христов, то есть все, что мы не знаем, открыл нам Христос. И разумение свое относительно вещей божественных имеем от Христа. Другими словами, знание, какое мы имеем о духовных предметах веры, имеем от Христа, так что подлинно никто не может нас судить. Некоторые, впрочем, умом Христовым называли Отца, а другие Духа. Вот еще и такое есть толкование. Умом Христовым называли Отца. Ветхом Завете говорится о премудрости Божьей, о Софии. некоторые богословы называли это вообще премудрость, это четвертое лицо. То есть не троица, а четыре лица, одно из них премудрость. И здесь нам толкователь говорит, что Христос, а вот его ум, это Отец или Дух. Так располковали властью это особо не рекомендуется. Первое Коринфянам 3.1 «И я не мог говорить с вами братья как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Толкование. Выше низлагал надменя Коринфян внешней мудростью, но что бы они ни сказали, мы превозносимся не этой, а духовной мудростью. Теперь показывает, что и в нашей мудрости они не достигли совершенства, остаются еще несовершенными и говорит, что они еще ничего не слышали о предметах более совершенных. хорошо сказал «не мог», то есть «я не мог», говорит, дабы не подумали, что он не говорил им о более совершенном по зависти. «Я потому не мог говорить с вами как совершенными, что вы еще занимаетесь плотским». Но как же они, будучи плотскими, совершали знамения? Действительно, они были таковы, как и в начале сказано, но можно и знамения творить и в то же время быть плотским, подобно тем людям, которые изгоняли бесов именем Христовым. Ибо знамения бывают для пользы других и потому часто совершаются и через недостойных. церковь. у нас очень часто слышится в чат в литке, я бы в церковь ходил, но попы такие, попы такие рассеки, прямо на дорогих машинах ездят, серебролюбивые, такие, им только деньги, деньги, деньги. Поэтому я в Бога верю, в душе, а деньги попам не дают и повешение. Что им ответить можно? Вот что знамения бывают для пользы других и потому часто совершаются и через недостойных. Да, он грешный, но без этого грешного священника спасение совершиться не может. Господь так установил, что кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И без этих недостойных священнических рук, без его прощения, без таинства исповеди невозможно спастись. Грехи не будут прощены. А у сектантов так попросил у Бога прощения, тебя сразу простил. Нет. четко и ясно Писание говорит, кому простите, простятся. На ком оставите, на том останутся. Сие я даю вам власть. То есть Христос втошел к Отцу и власть передал этим особым людям. Пусть они недостойны, но власть в них это от Бога есть. Первое Каифном 3, 2, 3. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете. Толкование В тайнах Христовых говорит вы еще младенцы, поэтому я поил вас молоком, то есть простейшим учением, а не предлагал вам твердой пищи, то есть учением более совершенного. Почему? Потому что вы были еще не в силах принимать его, а чтобы не изложить их гордость прибавляет, да и теперь не в силах, ибо еще помышляете о плотском. Видишь ли, они не в силах принимать такое учение потому, что не хотят быть духовными, а остаются плотскими. Все что сказано было выше, говорит к начальникам, гордившимся своею мудростью и благородством. Теперь обращается к подчиненным и говорит «Я справедливо называю вас плотскими, потому что между вами есть зависть, споры, разногласия». Он мог обвинять их и в блудодеянии, и многих других пороках, но так как между ними особенно усилились разногласия и споры, то о них и упоминает. Важно отметить, что везде соединяет зависть со спорами. Это потому, что от зависти происходят споры, а от споров разногласия. Но если все эти беспорядки есть у вас, то не по человеческому ли обычаю поступаете, то есть не о плотском ли, не о человеческом ли и земном помышляете. 1 Коринфянам 3 4 Ибо когда один говорит Я Павлов, а другой Я Аполосов, то не плотски ли вы толкование именами Павла и Аполоса означает знаменитых между коринфянами мужей и учителей. 1 Коринфянам 3 5 Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали и притом поскольку каждому дал Господь. Толкование Поставив свое и Аполосово имя верно достигает своей цели. Рассуждает таким образом. Если мы ничто то что простите если мы ничто то что сказать о ваших учителях? Мы говорит служители а не самый корень и источник благ этот источник Христос поэтому нам не должно превозноситься так как мы доставили вам благо принятые от Бога ибо все принадлежит ему подателю благ не сказал мы благовестники но служители это потому что благовествование обнимает только учение а служение заключает и дела да и это говорит малое служение мы не от себя имеем но получили от Господа каждую свою меру пожалуйста вопрос если у кого есть дополнение комментарии первое корейфином 36 я насадил аполос поливал но возрастил Бог толкование я первый посеял проповедь аполос же постоянным своим мучением не дал семени засохнуть от зноя искушений лукавого но возрастил вас Бог комментарий Игнатия Латкина когда сегодня архиерей производит перестановку священнослужителей с места на место то отъезжающий пастырь может ли сказать глядя на своих прихожан я первый посеял среди вас проповедь к сожалению с проповедями у нас не совсем хорошо дело обстоит первое коринфянам 3 7 посему насаждающий и поливающий есть ничто а все Бог возвращающий толкование смотри как унижая себя и аполоса делает сносным уничижение мудрых и богатых начальников коринфянских научая что к нему с большую букву относит все даруемые нам благо 1 коринфянам 3 8 насаждающий же и поливающий суть одно но каждый получит свою награду по своему труду толкование они ничего не могут сделать без помощи божией в этом отношении они одно как же вы превозноситесь друг перед другом когда вы одно легко могло случиться что те которые более прочих трудились в делах веры сделались бы беспечными услышав что все одно поэтому тот сейчас объясняет свое выражение и говорит что все одно только в отношении к их бессилию что либо сделать без помощи возвращающего бога что же касается воздаяния то каждый получит награду по своему труду не сказал по своему делу но по своему труду ибо что нужды если кто и не совершил дело по крайней мере он трудился то есть нас не должно смущать то что мы трудимся благоверствуем но души не обращаются награду получим от бога за труды потому что мы насаждали мы поливали мы трудились а то что не взошло может позже взойдет мы на это не должны смотреть и не покладая рук трудиться продолжать на ниве божией обращать души в христианскую веру первое корифянам 3 9 ибо мы соработники у бога а вы божья нива божье строение толкование мы учители соработники божии содействующие богу во спасении людей а не виновники или податели спасения поэтому не должно не презирать нас ибо мы сотрудники божии не гордиться нами ибо все божие сказав выше я насадил продолжает сравнение и называет их нивой если же вы нива издания то должны называться именем владыки а не пахари или домостроители и как нива должны быть ограждены стеной единомыслия а как здания должны быть в единении между собой а не в разделении вопросы вот как важно нам быть единомысленными а почему они просто нивы называются а тоже не сработниками они трудились или нет или просто они принимали проповедь и вере возрастали почему такое разделение ну на тот момент он же обращается к ним как как еще к плотским поэтому многие не были совершенны так скажем они были еще несовершенно духовные то есть они часто ссорились разногласия были разномыслия зависть у них была между собой даже блудодеяния они были на пути к спасению на начальном пути апостол павел он уже вот ну такой был так скажем от бога осияны духом святым такой корифей мысли поэтому я думаю насаждал называет их здесь нивой но там потом дальше там деяниях апостолов но рассеившиеся вот это нива ходили и благовествовали слово то есть они тоже начинали работать но это произошло позднее может быть поэтому кто-то раньше колос какой-то зреет кто-то позже поэтому разношерстная если можно так выразиться масса была оглашенных и мы в церкви также есть оглашенные есть учителя церкви есть епископы есть дьяконы есть служки там все это иерархия это домостроительство то есть тайн божих ну мы для священника как нивы всегда должны быть он должен проповедь нам нести да но если если священник не несет пробкой то он становится нивой мы ему должны проповедовать ну как ну дух дышит где хочешь ну конечно должна быть иерархия но и он должен проповедовать наслаждать мы нива да в идеале а у нас видишь ниве ничего не надо но и работнику ничего не надо я вам всю маму своих пример привожу ну ты я к ней хожу каждый день общаемся находят московскую патриархию и ничего только свечки иконки водичка святая все слово божие не звучит хотя и священник хороший одно время он у них и занятия вел в потеряевке был и добрый такой в больнице даже посещали всегда тем тихо чем у него когда была травма вот а вот этой духовности вот это сравнивать свою жизнь с Библией и жить по Библии не принимает единомыслия нет начиная по Библии с ней говорите она сразу закрывается и видно что обличение не принимает вот поэтому тут они должны нам садить мы овцы как поп-аббревиатура поп-пастырь овец православных то есть он должен по ним по этим попажить и пасти нас словом Божем проповеди а вам мы не спрашиваем проповедь была нет ну вот опять голодных вас духовно продержали ну у кого-то может быть другое мнение на все счет пожалуйста ну а как в древней церкви написано что назидайте друг друга слова восхвалениями бога псалмами там ну перечисляется но это же не соответствует тому что сейчас церкви да вот именно все как бы замкнут получается на священнике только он имеет право в церкви право голоса что ли остальные просто как слушатели приходят помолиться там но нет такого чтобы все вот друг друга назидали ну получается на что священник он и есть бог сам себе вот эту присвоил нишу но по иерархии у каждый меньший должен подчиняться большему если больше учит а если не учит и писание правильно говорит друг друга он нас учит а мы еще друг друга и дома мы еще прежде чем пришел еще домашним своим расскажи напомни конечно и писание говорит жены вы в церкви молчите а дома спрашивайте у мужей своих и мужья сейчас для них уже становятся уже жены нивами становятся они уже домостроители и мужья становятся дома иногда и жена может мужу что-то подсказать обличить ему почему не она не властвовать не должна но обличать она его обязана потому что все мы согрешаем делать это по любви а не по зависти или за злорадство за какого-то и муж также должен кротко наставлять жену обличать где надо и власть свою как мужа применить не без этого все можно добавить да просто я думаю что мы еще сами как прихожане допустили это чтобы ничего не говорить никак не не общаться об этом получается нам и так устраивать то есть мы можем просто я слушаю что-то юж без рассуждения размышления о том что происходит от нас тоже никакого слова не идет что-то бабочки ну значит нам так проще стало и все поэтому он его замнил себе хозяин отошел да я об этом и говорю то есть на священниках вина что не учат а на учащихся вина что не хотят учиться если бы хотели учиться не что-то батюшка куда мы не пойдем пока проповедь не скажешь нет такого а игнатий тихонеч рассказывал то есть он когда в храм приходил он постоянно их докучал этим вот они смотрят так игнатий есть пришел придется проповедь говорить для игнатия для жаждущего а игнатия нет никто не жаждает и зачем лишний раз время тратить ну вот ну понятно да с нивой церкви еще одни их бог поставил учителями других апостолами все распределено и все должно быть слажено работать вот как скажет ли рука ноге ты мне не надо так же вот мы тело христовое мы должны друг другу помогать и меньший член должен быть более таком оберегаемым отношением к нему первое корифном 3 10 я по данной мне от бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой смотри на нем а другой строит на нем простите но каждый смотри как строит толкование называет себя мудрым строителем не из высокомерия но желая показать что мудрому строителю свойственно полагать такое основание то есть христа а что сказал это действительно не из высокомерия видно из слов его поданное мне от бога благодати то есть моя мудрость не мое дело но благодатный дар божий выше беседовал с ними о единении а теперь говорит об образе жизни называя строителем называя строительством дела каждого человека вот видишь здесь уже как раз и толкователь нас подводит что о каждом человеке то есть каждый строит не просто мы пришли такие кирпичики зашли и батюшка из нас складывает дом духовный мы сами должны сверять свою жизнь с писанием если бывает что епископ не по слову божию говорит то каноны нам разрешают отстать от этого епископа то есть он впал в ересь если мы под таким епископом который учит неправильно то мы согрешаем соглашаемся с его ложью а если он никак не учит но это тоже неправильно то что златоуз говорит не читая писание ты не знаешь не знает и нарушаешь нарушает и погибаешь все от того что не читаешь то есть мы сами должны читать священник нам все это растолковывает нужно задавать вопросы должны быть занятия после богослужения как вот у нас имею милость божию так да и не все остаются беда то произошла подмена пришел отстоял что-то там магически щелкнуло никакой трудиться ничего не надо все чаще исповедоваться и причащаться и все каким-то магическим образом само собой образуется нет можно заниматься строительством друг друга помогать друг друга обличать вот и смотреть как строить то есть сравнивать как вот Володя брат заметил вникая в себя и в учение в себя и в учение если учения нет как чё вника и так поступая и себя спасешь и слушающих тебя об епископе священники только говорится да нет четко ясно друг друга то есть все мы друзья все мы братья и друг другу должны помогать любовь должна быть помогать в деле спасения видишь брата согрешающего выговори ему если покаяться приобрел ты брата своего а если не покаяться призови двух трех свидетелей если при них не покаяться скажи церкви если церкви не послушать то есть вопроса в грехе своем да будет тебе как язычник и мытарь батюшка должен отлучить от причастия и он будет соглашенным выходить пока не образуется никакого его причастия вот а у нас к великому сожалению вот это вот оглашенные языки не выполняется то есть какие бы тяжкие грехи человек не впадал батюшка его причащает и экономия такая это конечно очень сильно расхолаживает и в смертных грехах люди находятся в тяжких не раскаян и ложно верят что вот раз бог такой милостивый то он им все простит бог любит и прощает грешников кающихся прекращающих грешить а не живущих во грехах это надо четко себе усвоить а так получается обман вы грешите только грехи перечисляйте на исповеди и можете дальше то же самое творить беззаконие главное признайтесь что вы грешны признались молодцы идите грешите дальше а господь не так учил когда исцелял что он говорил иди и впредь не греши дабы не сделалось с тобой чего хуже нас на празднике большие почему-то вообще в литургии нет ни слова об оглашенных пропускается потому что произошло единение с миром дружба с миром есть вражда против бога этого мир это вот как сергианство вошло в церковь в московскую патриархию поставили архиереев мирские вот эти власти и контролируют их и зарплаты выдают я раньше не обращал на это внимания они все кгбисты они все на зарплате сидели все они агенты за штатом служат государством а не Христом Христос говорит невозможно служить Богу и мамонии одного будешь любить а другого ненавидеть об одном будешь заботиться а другом не родить вот они заботятся государственной мощи сохранение государства им главное не стать предателями родины а предателями Христа они давно стали они даже этого и не заметили а может и заметили бояться в этом признаться и покаяться это московская патриархия беспокаянная структура если РПЦЗ хотя бы покаялись официально в том что гнали старообрядцев то эти нет и произошло объединение не в единомыслии а просто в чаши вот и поэтому что ты оглашенный что не оглашенный что отлученный что не отлученный все как говорят все одним миром мазаны нет что общего у Христа с Велиаром что у света со тьмой нет ничего общего Христос говорит не мир я пришел принести но меч Слово Божие разделяет нас это как лакмусовая бумажка почему они за церковно славянский так уцепились потому что не нравится слова Христовые обличают их не нравится уходит от ответа каноны не соблюдаются каноны они все основаны на слове Божьем более половины умышленно целенаправленно нарушаются обмерщение потому что людям это нравится потому что плотские церковь захватили марсиане как пишет один брат час прошел у нас пожалуйста вопросы вопрос Нет вопросов. Какие новости, Игнат Тихонович? О сестре больше не звонили? Нет, не звонили больше. Тяжелое состояние, да? Да очень. Позвонили, чтобы показать другим, помолился. Там вроде как аппарат ей подключили искусственного дыхания, да, я так понял? Не знаю. Если вопросов нет, что тогда? Позволите дальше вести занятия? Я могу вопрос задать. Задавайте. Ну вот то, что сегодня проходили и считали, то у нас как-то идя так на одном месте топчемся. Ну а кто применял в жизни своей, в прибеседах, в письмах? Вот этими местами Писания пользовались, нет? Есть так называемые золотые стихи. Вот отсюда, что сегодня было, может быть кто-то знает, что нужно было звучить не один и не два стиха. Настолько они важны в беседе с людьми, с людьми притом неопределенной направленности, даже с православным. Ну я применял местописание, вот это вот, что духовно никто не может судить. Лишь один нашелся, а больше никто, да? Мне тут привез батюшка книжку, знакомого священника, у него книжка вышла. 300 страниц. Ну как там, ездил в Иерусалим, да, вот такие все рассказы. Нигде благовестий нет, ни одного слова. Везде все поиск чудес. В одном месте пишет, говорит, там поехали на святую землю, вот как там, когда благодатный огонь зажигается. Где-то в 20-х годах этого прошлого столетия туда заходит один патриарх и там у него загорается. А патриарха этого они там сажают и в кресле несут, над головами он как плывет, все это. Ну то есть такой спектакль худо поставленный. Но огня нету еще. В это время арабские юноши со свистом, с гиканьем друг на друге верхом едут. Вот как ребятишки играют-то. И кричат, это такое прославление Бога. И православные все принимают. Главное огонь, чтобы зажегся. Зачем он им огонь этот нужен? Невежды были и остались. Нигде ни слова нет о проповеди. А в это время свидетели Его называемые, они от двери к двери идут. А вот они ехали до Хайфы, где там разгрузились, теплоход. И теперь все везде были. Но ничего доказуемо не может быть. Проезжает мимо Ерихона. И он говорит, тут ворота. Вот видимо Самсон, который вырывал, внес. Им уже десять тысяч лет. То есть это получается за две с половиной тысячи лет до сотворения Адама. Уже там ворота стояли. Ждали. Рай закрыт или еще. Я уж не знаю. И просят дать оценку. Ну как дать-то? Нельзя же давать. Человека потеряешь сразу. И такое оно сплошь и рядом. А вот там такой-то стоит на фотографии. Платок мужчины. Гена звать. На голове платок. Везде в платке. Там босиком. Вот он умер. Теперь там канонизировать надо. Ну а почему он в женском-то платке? А почему Ксения Петербургская мужа там убили? Полковник был. А она переоделась в его шинели. Там остальное все надела. Подмужчина видимо в шапке была. Ну это прямо 22 глава 5 стих 2 законе. Запрещающая одежду. Это же все относится к одежде. И все это одобряется. А вот то место, где Христос вознесся. И там как он вознесся, от земли отрывался. И ноги отпечаток оставили не на глине, на камне. Но осталась только одна ступня. А почему? А арабы тоже любят мусульмане Христа. И они это место камня выпилили. Представь себе камень, булыжник, там огромный валун. И вот теперь надо выпилить. Это не простое дело. Машина может быть была. Тоже чудеса ищут. Ну прям на каждом шагу вот этот благодатный огонь. Он уже доказано сто раз, что все это обман. Я считаю, ну раз я к этому так отношусь, какую рецензию могу дать-то? Ну ты, зачем тебе это нужно-то? И вот ждали, и как он заходит. И в 20-е годы где-то патриарх там был. И у него не загорелись вещи. Там две пачки должны были загореться. А от него там другие уже зажгутся. А у него свеча не загорелась. Не загорелась. Они патриарха убили. Пишет так. Доигрались. А вот огонь благодатный. Первые минуты он не обжигает. Ну а зачем он тебе нужен, когда светить все равно не светит? И главное, архиереи там сидят. Ну и все это не по-православному. Ни один нигде проповеди даже с намека нету. Идите по всему миру. И вот там пишет, это Сергиевая лавля. Ну это Загорская где была раньше. И вот там выходишь, говоришь. Даже отдохнуть негде. Раньше было вечером пройти, погулять только и днем. А сейчас наплыв такой туристов, туристы. Там и китайцы, и японцы, и вьетнамцы, и там турки. Ну какая же это жизнь? Так думаю, готовые пришли уже. Уже в ограде стоят, интересуются. Ну выйди да скажи. Они по-английски-то все знают. Ну найми кого-то, заплати ему. Ну можно же как-то. Даже намека на это нет. А зачем? Главное литургия, а не служат литургией. Служат и служат и служат. Слово такое казенное. И какую я могу дать ему рецензию? Ясное дело, что человека потеряю. Мне прислали ролик один. Этот человек, Сергей звать его, Попов-Ладанов. Раньше у него не было. А то у бабки была фамилия Ладанова. Как вот Ладан священник. И он пишет. Сам пишет. Потом исполняет на гитаре. И большая поэма про Ермака Тимофеевича. Как он завоевывал землю, как погиб. И вот он... Я говорю, это брось не надо. Нет, он поет. Видимо, с выражением поет. Но так как, видимо, прикладывается, то лицо опухшее такое. Я сколько времени потратил, послушал. А там, кто если зайдет, зайди просто. Сергей... Сергей Попов. Ермак Тимофеевич. Поэма. Ну, и послушайте. Потом скажете. Ну, старается. Видно, что старается. Там и кричит, и шепчет, и... По ролям. Один. Даже не два человека, а один. И там какая-то благодарность от российских фондов, что он написал именно вот хорошо. Все хорошо-то. Войну посеяли, войну и пожали. А может мне перевесить, известия какие? Ну, вот вы можете выйти на него, и, может быть, даже что-то там скажете. Он сам по себе человек-то добрый. И он советскую власть сильно не любил, и говорил, ее надо разрушать советскую власть. А как? А не выходить на работу. Ну, ну, есть-то надо, но... Можно это что-то найти, но на работу не ходить. Ну, вот как там Шавахарал, Неру, Ганди. Такая сидящая забастовка, и все. Разрушать корабли некому, и американцы, скажите, там были, в Великобритании. И так и потеряли они Индию, в Индии. Ну, точно так же. На работу не ходить. А пить, пить там, гулять-то надо. Я ему сколько раз говорю, Сергей, ну, а кто это пробудится? То есть, кому нужно? Нужно, нужно, нужно. У вас одно, у меня другое. Вот мне сегодня прислал он, видимо, сын его, Ваня. Ну что, ничего нету? Мы отойдем, у нас времени нету. Сами одни, давайте. Батюшка не звонил? Нет, не звонил. Надолго он уехал-то? Куда? Я не знаю. Меня он не повестил. Я думал, он в Потеряевке, а он вон где уже оказался. В Омске. Ну, вот так все. Если будете молиться, мы помолимся, а нет, мы отключимся. Отключайтесь, мы тогда еще 15 минут позанимаемся. Так, володенька. Все. Все.